Для тех людей, которые спрашивают, что мы там много мусора снимаем Мы снимаем обратную сторону Киева Потому что Киев это не только красивый город с ухоженными зданиями, за которыми следят Это также руины, заросли, хащи всякие, помойки Мы показываем то, что не видят большинство туристов Которые ходят по центральной морочке Я рекомендовал тем, кто приезжает в Киев Помимо того, чтобы ходить по Крещатику и другим улицам Сворачивать в дворы и смотреть какие там есть руины Киев город контрастов Киев-клорайм 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 Субтитры делал DimaTorzok На автостанции ОПДО не видно никаких автобусов Надо снять, потому что вдруг Асюр трамвай снимут А у нас будет Некогда тут протекала Заключенная В канал Река Глубочица Вот 18-й трамвай Следующий от Лукьяновки А мы же идем дальше Из Щековицы Начало улицы Олеговской Старинный дом На улице Олеговской Вот на Олеговской Сохранились еще такие элементы Старой застройки Красота какая Прямо терем Теремок Он ни низок, ни высок Это же 19-й век Мы сделали Пристройку А вот видишь там склон Лесовый И старая хата По периметру Вышки Территории Стоит забор Туда Лезть не получится Наверное За мной Там где сейчас Радиовышка Раньше было кладбище Вот вышка Бывшая вышка Глушилка Теперь Она обслуживает ФМ Станции Вот Как бы туда Пробраться Вот туда Вот на этот Пригорочек Вот тут Пустырь Замечательный Пустырь Вот Вот Это Хранится Кладбище Получается То есть Тут Стояли Живые Дома Вот А знаешь А может быть Это Кладбище Это Оно было После А сначала Это могли быть Какие-то Фортификационные Сооружения Видишь Идет Такой Вал Идет Вот Вал Идет Давай глянем Чего уж Раз уж Чего уж Тут люди ходят Решили Не придерживаться В этот раз Нашей традиции Лезть В горы А вернуться Обратно К Олеговской улице Вот Этот склон Древний склон На котором Было расположено Кладбище Можете на него Посмотреть Тут Скоро Все застроят И не будет Никакого склона Будет стоять Бетонные Какие А Ну тут Склон Сроют Укрепят И Ничего Не останется От древней Горы Щековицы В 19 веке Известный Следователь Старины Максимович Искал Могилу Олега Точнее Место Где была Эта могила И местные Жители Его Привели На это Место Где сейчас Находится Вышка Двинемся Дальше По Олеговской Улице Кстати То что Максимович Рассказывал О своем Поиске Олеговой Могилы Это он Сообщил В письме К Погодину Это знаменитая Переписка Погодина И Максимовича Которая Неоднократно Издавалась До революции А у нас Уже Нет По левую Сторону Олеговской Улицы Развернулось Строительство Вот какой Лесовый Склон Посмотрим Можно ли К нему Подойти Может Там Что-то Интересное Вот Тут Уже Фундамент Тут Тут Уже Ого Как Вот Видишь Древний Склон Что с ним Сделали Взяли Его Просто Срыли И Впарили Бетон Вот Тут Какие Сваи Вот Замковая Гора Вот Гончары И Кожемяки Вот В следующий раз Мы сходим И покажем Зрителям Исток Речки Киянка Вопреки Мнению Историков Она Еще Живая Протекает В коллекторе Вот Там Кудрявец Там Тоже Был Ручей И Он Сейчас Еще Попадает В коллекторе В глубоческий Коллектор Лестничка Она Как раз Поможет Нам Сократить Путь К этому Лесовому Склону Чтобы Было Внимательнее Рассмотреть И Изучить Сейчас Мы попробуем Следовать Лесовый Склон Я думаю Заход Вот здесь Вот тут Лучше Это Строительство Покажем Снизу Теперь Свое Воткнули Да Вот тут Хотя бы Его Вблизи Снять Каким То Образом Я не знаю Как-то Мы пройдем Завал Древних Кирпичей Со Штампом Видна Буква Г Что означает Не знаю Есть Форум Специалистов По Кирпичам Может быть Им это Скажут Г И точка Такая Остатки Маркировки Вот Начинается Традиционная Для Киевской Амплитуды Съемка Она заключается В том Что мы Лезем Непонятно Куда Непонятно Зачем Непонятно Зачем Но Лезем Так Вот Просто охота Подобраться К этому склону Видно Лежим Мы не подберемся Огороженная Ниже Территория Я сейчас Все-таки Попробую По этим Бревнам Пройти И не Навернуться Чтобы Просто Этот Склон Снять Вот Вот Такой Склон Он явно Срыт Техникой То есть Срыли И ушли Что-то Можно Пощерпнуть Иступаем По Глине Пощерпнуть Вот Можно Вид Слои Грумта Срыв Срезы Вот Такие Вот А что Тут было Раньше Это Продолжение Сюда Так Вот Так Вот Верн Склон Арматура Торчит Всюду И Пропасть Обрушенная Техникой Склон И Площадка Заброшенная Строительная Площадка Привращенная В пустырь Еще Один Из Уничтоженных Уголков Щековицы Ну а мы Пробираясь По Глине Возвращаемся К Коле Вот Еще Один Затерянный Уголок Щековицы Старый Домик Мы же Вернемся На улицу Олеговского Мы Взобрались Наверх Щековицы И Пойдем Дальше По Олеговской Улице Которая Идет Собственно По Хребту Это Замечательная Древняя Горы А вот Вышка Старый Домик Что тут Интересно В этом домике Вот Сдают Аренду А что здесь Было Раньше Непонятно Справа Насколько я знаю Школа Вот там Школа Нет Вот Впереди Школа Помнишь Несколько лет Назад Был Отстойник Для Поломанных Машин От Олеговской Улицы Мы Сворачиваем Вправо Это Указатель Вещует Что Там Тоже Олеговская Улица Но Все-таки Поэтому Ответвлению Редко Кто Ходит И Следуем Да Слева Все-таки Школа Там Гаражи Тут Еще Сохранились Деревянные Столбы Шины Хиппанов Каких-то Так Вот там Давай посмотрим Что там Гаражи Но Там же Склон Какой-то Вот Хиппаны Существуют Хиппаны Всегда Существуют Так О Вот оно Посмотри Какая чудесная Оходка Две пачки Отменных Стелек Так Мы Спускаемся На Террасу Терраса Это у нас Северный Склон Щековицы Где Мало Кто Бывал Из Гаражан Только Самые Отпетые Краеведы Ходят По Северному Склону Щековицы И Не Ломают Себе Ноги Давайте Посмотрим На эту Историческую Местность И Насладимся Видом Это Нижнеюрковская Там Сейчас я делаю Панорамку Да Делаю Панораму Вот Кстати Обращаю Внимание Как В могилах Выросли Деревья Вот Одна Раскопанная Могила Вот Вторая Это уже Было Кладбище И Крепость Щека Городок Щека Утес Ветер Дует Вот Это Терраса Зрители И Причем Эти террасы Нельзя Списать Что Кирпичные Заводы Потрудились Нет Это Следы Древней Фортификации Ни много Ни мало Да Тут Везде Можно Спуститься Какой Склон Вот Тут Интересный Вот Видишь Крутой Вот Мы К нему Сможем Поробраться По Хребту Вот Тут Я Думал Как Сюда Влезть А Вот Надо Было Просто Обходить Так Вот Все Правильно Максимовича Привели Вот Туда Не К Вышке Его Привели А Вот Туда И Сказали Что Вот Там Могила Олегова Вот Попробуем Туда Сходить Но Где Могила Там Должен Был Быть Курган Поскольку Олег Был Язычником То Его Должны Были Похоронить В Кургане Вот Поищем Может Быть Там Следы Курганов Ставят Потому Что На юрковице Ветерно Были Курганы Так Называем Курган Магикан Его Беляшевский Отрыл 19 Веке Сейчас мы попробуем подобраться Вон туда К самому месту Олеговой могилы Предполагаемому Да Предполагаемому Стоит заметить Ну что Попробуем Вот Мы Идем На Самый Дальний Северный Отрог Щековицы Зачем Нам Не надо Сейчас Терять Высоту Мы Идем Так И По Тропинке Несомненно Это Древнее Путище Древняя Тропинка Мы По ней Поднимемся На Как Говорил Летописец Ижес Ловет Ныне Могила Олгова Примерно Так Вот Спускается Вниз Яр Глубокий Яр Древняя Тропа А Тропинка Древняя И знаешь Почему Посмотри Какая У нее Глубина Вот Я специально Присяду Чтоб Зрители Видели То есть Ее Протаптывали Много Лет Дороги На Оболоне Были Дороги Глубиной По пояс Человеку Потому что Там Веками Через них Гнали Скот То есть И по этой Тропе Множество Лет Ходили Люди Чародейский Гриб Трава Иже Словет Ныне Могила Вот Снова Мы видим Террасы 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 Коля А тут Террасы Мое Внимание Привлекла Эта Терраса С весьма Ровными Очертаниями Я спущусь К ней А затем Поднимусь К Коле Сейчас Сейчас Я к тебе Подберусь Я отсюда Сниму Сниму Это место А? Место Там Ставишь Прикольно Вот в том То и дело Понимаешь Это может быть Остатки Кургана Если он был Еще Наципан Тут То это Как раз Может быть Могила Олгова Так сказать На 13 ветрах На лютых дождях Стоит гора Из века В век Сей склон Древний Провеет Седой Столиной Раскопанные Ямы Следы Древних Жилищ Протоптанные Глубокие Тропы Тропы По склону Тропы Наискоси Поверху Густые Травы Варварские Нравы Устроим Вышку На месте Кладбища Выбросим Кости Покойников Я решаю Подняться На противоположность Слон По едва Заметной Тропке Камера Будет Постоянно Включена Поэтому Если Я Упаду То Будет Своего Рода Пункт Кстати Очень Угодная Тропа По которой Можно Ити Практически Над Ответственным Обрывом Но Тропа Существует Соловек Могила Обдова Вот тот самый Склон Та самая Часть Щековицы На которой Максимовича Указывали Как на Предполагаемое Место Могила Вещего Олега Погибшего От укуса Змеи По летописи В другом Летописном Списке Роскоп Следы Роскопа Возле Роскопа Был Выкопан Кирпич Роскоп Как ни странно Крестообразный Вот Еще Одна Яма Яма Явно Что-то Копали Искали А потом Яма Стала служить Прибежищем Мусора Тут Все В таких Ямах Как тебе Это место Ну Интересное Место Было Какое Видишь Тут Всюду Могилки Как бы Были Но Их Раскопали Вот Тут Очень Интересные Такие Спуски Вот Терраска Такая Идет Вот Терраска Тут Вполне Можно Спуститься Кстати Не Отсюда Супки Очень Классно Там Троещина На фуне Оболонь Класс Там По-моему Там По-моему Там И Терреные Горы Кажется И Минск Классно Классно Но Где Деревья Вот Только там Классно 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 А вот что-то любопытно, может быть такой склон, да, тут этот склон особо крутой, он практически отвесный. Отвесный такой склон. Тем не менее, вот уже там идут террасы и посмотри, какие очень такие явные. Вот такие терраски, заборчик. Может быть там сохранился старый домик, надо глянуть. Еще одна сторона этого исторического склона. Внизу видно покосившийся забор, некое здание, до которого мы не доберемся от сель до сель. Вот там, кстати, видишь какой пологий спуск. Туда можно пробраться? Я не уверен, нет. Черт знает. Наверху стоит некий крест новодел. Между отрогами, щековицей, глубокий яр. Внизу как водится охранник. Старые кварталы по долгу. И не очень старые. Что еще тут снимем? А я вот думаю, вроде как все мы сняли в шумах. Тут да. Тогда идем вниз. Сейчас мы спустимся по склону на улицу Нижней Йорковской. Мы залезли на бетонную штуку, чтобы было удобнее снять панораму. Как раз обратили внимание на интересную вещь, как эта штука сделана. Я вот стою на треугольнике. Петя стоит на таком вот параллелепипеде. А здесь вот такой цилиндр. Вот. И посередине треугольник. И не соединяем тремя штуками. Вот интересно, чтобы оно все значило. Или это просто сделали, или с какой-то цель неясно? Во-первых. Ну, это знаешь, на что похоже? Это на что-то ритуальное похоже. И загадка вторая. Как эту штуку сюда заперли? Потому что, ну, тут тропы не особо хоженные. И тут автомобиль, грузовик не проедет. Наверное, прямо тут делали. А как вот эти сплошные блоки сюда можно было запереть? Разве что с вертолетов какого-то, что ли? Я не понимаю. Я не думал, что с вертолетов не стали. Нет, ну, вот, факт. Ну, вот, смотри, как машина тут проедет. Спрыгну. Внимание, впервые в истории документального кинематографа сплошной спуск по склону Щековицы. А то сейчас будем идти и так? Ну, да. Сейчас, идем. Жалко, что снега нет. Можно было бы сесть и ехать. Да, и потом бы это самое. И санок нет. А потом был бы упаздывал. Забрать кожу по тихотям. Сюда. Позвать какого-нибудь этого экстремала на горном велосипеде. Ой, этот. Это не велик. Скоростной спуск. Скоростной спуск. Никаких трудностей. О, цветочки желтые. Несмотря на студеную осень, середину ноября, этот цветок на всех ветрах растущий радует нас своим желтым цветом. Вот мы и на рубеже. Мы начинаем спуск. Непрерывная съемка. Киевский экстрим. Рывеческий. Крутой склон Щековицы. Тропы, пробуренные десятилетиями или даже столетиями. Я не преувеличиваю, кстати. Вот видишь, какая тут глубокая тропа. Мы спускаемся с места, которое, возможно, было Олеговой могилой. И легендарный вещь Олег был похоронен где-то здесь. Тополь приветливо машет нам остатками свои пожелтевшие листовые. А тут древние ступеньки. Только к ним сложно добраться. Я вот тут встал и застрял в позе горного козла. Потому что и спрыгнуть не могу, и перепрыгнуть к ступенькам не могу. Коля начинает фирменный спуск. Ставим колено в кирсу. Так. Перенести вес тела на левую ногу. Опа! Вот оно, древнее путище. Тут уже спускаться проще. Прощее. Да, сейчас мы видим, мы видим раскоп. Тут, кстати, тут раскоп лопатами. Вот еще один раскоп. Искали тут что-то. Может и нашли чего. Я еще вдруг внезапно вспомнил, что где-то там был еще кусочек склона, который я хотел снять. Ну, да черт с ним. Буду. Более удобно. Так ты как? Предлагаешь идти вот так? Не, мы здесь пойдем по-любому. Говоришь удобно. Вот, сейчас я хочу глянуть, что тут рыли. Потому что тут прямоугольные раскопы свидетельствуют о том, что народ роет. Здесь, вот, роют и чего заищут, золото, бриллианты, древности. Тут вот все раскопано. Стоп. Видишь, как ропинка идет прямо по краю. Вот, ровно-ровно. Так, есть. Идем дальше. Идем дальше. Видишь, как получается, более современная тропа идет в обход старинный. Старинная она глубокая, а современная петля. А вот мы снова вышли на старинную. Видишь, какая она глубокая? Старинная тропа. Вопрос в том, как отсюда выйти дальше. А вот калитка. Вот мы и вышли на Нижнююрковскую. Уютный дворик. Вот. Идем дальше. Да. Это хотельная. Хотельная, да? Да. Так. Есть. Вот мы и внизу. Ура. Так.